Всем привет и хорошего настроения, ребята. И что, у нас на очереди битва с боссом. Хэш и Браун пришли к нам на помощь, как вы помните, и мы начинаем битву с боссом. Так, кто у нас там босс? Денеба Браун или что-то в этом роде? Сейчас посмотрим. Так, генерал Денеб Роза. Так, ну, вроде космический корабль у неё так себе. Я думаю, мы должны справиться. Так, ну что, делаем бочку. Замечательно. И приступим, наверное, его потихоньку разбирать. Так, крит. Жаль, не хватает на выстрел. Что ты там хмуришься? Оружие к бою. Она орёт. Ну, нам-то плевать. Она производит выстрел. Попадает в мне, в моё орудие. Но это не критично и не страшно. Давайте, наверное, Аспид девятого уровня. Там яд. Давайте уничтожим её, в первую очередь. Не знаю, какие способности у этого корабля. Ну, думаю, в скором времени мы узнаем. Огонь. Снесём? Нет. Снесли. Замечательно. Так, эх, мелюзга. О, её оружие на взводе. Хм. Обратная связь. Не знаю, что значит. Так, он мне уклонение сделал. Понизил, точнее. Ну что ж, давай-ка. Ну-ка, ну-ка. Безумный боевой клич. На, получи. Атаку снизили. Выступаем к разборке. Снесём нас в должный боевой. Замечательно. И осталось всего два орудия. Ну что на этот раз. Опять обратная связь. Опять у меня уклонение. Да. Понизил он мне уклонение. Давайте верхний, потому что нижний он поставил под щит. И нам это невыгодно пробивать пока. Ну, в принципе, и всё. Ну, если, конечно, он сейчас что-нибудь не зачудит. Что, восстановление оружия? А, нет, обратная связь опять. Ну, кстати, я заметил, что уклонение ничем мне не вредит. Да, тут придётся сносить щит, ребята. В принципе, и на корпусе-то у него 2715. Всё. Крышка. И всё на этом. Да, ребята. Боссы сейчас для меня какие-то очень лёгкие пошли. Так, ничего себе оружие мы заработали. Хорошо. 43 750 у нас. Блин, надо от чего-то избавляться. Огнемёт он мне не нужен. В принципе, не пользовался им. Это тоже уже неэффективно. Торпеда тем более. Давно я её хотел, кстати, убрать. Ну что ж, давайте продолжим. Так, 9 дней осталось. Это означает, что финал очень близко. Давайте выполнять, наверное, задачу. Ха, это было легко. А мы неплохо наловчились, Фэй. Браун, Хэш, вы в порядке? Фу, а они не за красивые глаза раздавали генеральские звания. Нас неплохо отделали, но жить будем. Плот одолжил нам корабль с неплохим вооружением и оборудованием. Наша старая корыто ни за что бы не справилась. Простите, мы всегда думали, что вы просто банальные злодеи. Хе-хе, мы сами дали повод так думать. Но теперь-то вы поняли, что это не так. Не хотелось бы прерывать этот обмен любезностями, но вы не видели Джиджи? Я никак не могу его найти. Ах, да, мы тоже не могли его найти. Поэтому поймали и допросились пристрастием одного из придурков из Эклипса. Хэл увез его на Труло. Придурок все обормотал что-то о каком-то ритуале призова, после чего отрубился. Да, Хэш, его слишком сильно приложил. А ведь я говорил тебе, остынь, братан. Иногда я слишком увлекаюсь. Так, Джиджи втянули в какой-то ритуал призова? Что это вообще такое? Ох, этот Хэл совсем слетел с катушек. Он всегда был таким чокнутым. Нет, он был отличным командиром, но однажды... Как будто его переклинило, и после этого его как подменили. Джиджи велел нам остаться в качестве кротов. Мы снабжали его информацией, чтобы помочь плоду в организации диверсии. Когда мы пришли к вам, чтобы схватить Джиджи, мы знали, что делали именно то, что от нас требовалось. Вот почему он пошел с нами мирно. Вы же не думаете, что мы смогли бы победить его в рукопашной? Ха, определенно нет. Но из-за вас, девочки, мы чуть не спалились. Когда мы проиграли вам во второй раз, мы поняли, что не сможем обеспечить вашу безопасность, поэтому стали расспрашивать об Энди. Мы хотели, чтобы она помогла в сложившейся ситуации. Дела были плохи. Ты имеешь в виду всю ситуацию с ритуалом призовов, в который Джиджи предстояло стать жертвенным агнцем? Да, Хэл давным-давно это задумал. Только мы ее так и не нашли. Так что теперь все в ваших руках, девчонки. Вперед, мы тут разберемся, а вы верните своего старика. Ладно, мы вернем его, и тогда мы пойдем искать мою маму. Так и сделаем, детка. Так, Кэсси, это наш последний решительный бой. В этот раз мы должны быть готовы. По-настоящему готовы. Не думаю, что мы сможем отступить после того, как отправимся к Трулоу. А вы, парни, спасибо. Увидимся на той стороне. Хе, а они неплохие девчушки, да? Да, прям почти ощущаю себя дядюшкой. Или дедушкой. Ага, а я ощущаю надежду, что все будет в порядке. Ну что же, ребята, пути назад не будет, как нам написано. И мы подготавливаемся к с вами, как я понял, к заключительной схватке. Задачу я вижу, поставленную перед нами. Летим на звездодром. Посмотрим, что мы там сможем сделать. И, наверное, рванем уже на конечную планетку. Добро пожаловать на звездодром. Так, замечательно. Давайте посмотрим. Так, ну, здесь мы ничего не можем купить. Потому что у нас абсолютно все сделано в исследовании. Что у нас все освоено, кроме вот этого. Ну, это, в принципе, все мелочи. Давайте. А, не понял. Вот. Давайте вот эти две последние доизучим. Как раз, я думаю, пока мы будем лететь, это все у нас изучится. Да, абсолютно все мы вызубрили. Это очень даже хорошо. Здесь я даже не знаю, есть ли смысл кому-то что-то изучать. Они все сделали, все освоили. Крафт оружия. Ну, как бы вам сказать. Я даже не знаю. Посоха Батисы. Даже не знаю, есть ли вообще смысл это все делать. Потому что нас ждет последний бой. Ресурсов у нас просто тьма. Ну, пускай делает. Хорошо. Лишним это не будет. Так. Что у нас еще? Ну, давайте посмотрим здесь. Так, ну. Покупать. А у меня места нету, да? Понятно. Давайте продадим что-нибудь. Давайте вот этот вот, наверное, хищный стебель. Вот эти вот мы никогда ими не пользовались. Поэтому не жаль продавать. Громовый гудок этот. Атомный крепыш. Название-то тоже. Добролуч пригодится. Луч гравитации. Ну, я даже не знаю. Давайте тоже его отправим кое-куда. Так, вот это что у нас? Аспид. Шедевральный. Десятого уровня. На три хода. Да, в принципе, неплохое оружие. Но я думаю, мы без него справимся. Так. Что тут у нас? Может поставить его вместо... Хотя... Два лазера у нас. И вот эта штука. Давайте вот сюда вместо грибка поставим. На пробу, как говорится. Все-таки на три хода уменьшает хрид, уклонение и все тому подобное. Это, считай, как наш скилл будет действовать. Семь дней осталось. Вора освободить Джиджи. Планета Трулоа. Так, оружие завершилось у нас, крафтится. Давайте выполнять задачу. Джиджи, мы пришли. Кэси Фэй. Вы не должны здесь находиться. Что? О чем ты, Джиджи? Для вас тут слишком опасно. Вам нужно немедленно уходить. Мы не уйдем без тебя, Джиджи. Нам просто надо придумать, как открыть эту дверь. Сразу видно. Вы из одного клубня выросли. Хэл? Немедленно отпустить Джиджи, а не то... Боюсь, я не могу этого сделать. И я совершенно уверен, что вы не в том положении, чтобы торговаться. Нам терять нечего. Мы тебя... Ох, на вашем месте я бы не был так уверен. Вы никогда не задумывались, куда пропали ваши друзья. Те, что сторожались, чтобы вы оказались тут. Где Мотока и все остальные? Они живы. Пока. Потому что я-то хочу. Хэл, отпусти их. Отпусти их всех. Мы все еще можем договориться. Послушай меня. Послушай, если ты снова приметнешь ко мне, чтобы помочь мне с тем, что надо сделать. Я никогда не соглашался. Я не соглашусь с твоими методами. Мне все равно. Даже если это ради всеобщего блага. Это не оправдывает всю ту боль и страдания, что ты причиняешь. Прекрати, Хэл. Твоя империя рушится вокруг тебя, а ты все еще хочешь продолжать? Потому что так нужно. Кто-то должен это сделать? Стража, схватите их. Нам понадобится средство давления, чтобы переубедить моего старого друга. Нет, Кэсси Фейс, зачем ты это делаешь? Хэл. У тебя уже есть все необходимое. Тебе знание и технологии. Вся мощь Мексогалактической Империи. Что еще тебе от меня надо? Хэл. Довольно. Мне надоел этот бессмысленный разговор. Нет, не трогай их, Хэл. Прекрати это безумие. Девочки, бегите, бегите. Вам тут не справиться. Прости, Джиджи, я не для того проделываю весь этот путь, чтобы просто сбежать поджав хост. Как и я. Ха, не знаю, зачем тебе понадобился Джиджи. Да и не очень-то мне интересно. И раз ты не хочешь прислушаться к голосу разума, мы тебя заставим. Встать всех наверх. Овощерезка снова идет в бой. Последний бой, он трудный, самый готовый. Слушайте, ребята, наверное, готовый. И мы приступаем. Приступаем к финальному боссу. Вы клубни слишком распустились. Пора подвязать вас колышком. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну что же. Давайте посмотрим, кто кого-то будет подвязывать колышком. Делаем, как обычно, нашу бочку. Так, давайте, наверное, сделаем крит и начнем, как говорится. Так, ну, орудия, я смотрю, у него не так слишком и много. В принципе, давайте начинать. Хотя, по атаке оно довольно мощное. Ну, я надеюсь, наш корпус выдержит. Ох ты, ничего себе. Он там шмальнул. Так, загорелись мы, да? Ладно. Мы немножко отхилим сейчас. Давайте заодно посмотрим, что у нас за новое оружие. Аспид этот. Ух ты, хорошо, как мы его приголубили. Уклонение. Все ему понизили. Но, правда, на ту орудие, которого уже не стало. Слушайте, я думаю, что никаких проблем у нас с ним не будет. Хотя, защита, меткость, уклонение. Все понизили. Давайте еще залпик сделаем. И останется у него одно уроги. На-ка, выкуси. Ладно, даже щит снесли. Да не тут-то было, братец. Что ты мне сделаешь? Абсолютно ничего. Да, на корпусе, конечно, 14 тысяч хп. Но, я думаю, справимся. Ёлки-палки, думал, снесем. Нет, нифига. Даже не помогает мое уклонение. То, что я ему антистат и повесил, не помогает. Все равно он идет точно. Так, ну теперь-то все. Все готовченко. Познайте гнев космоса. Космический гнев он тут употребляет. И че? Не смешил меня ебову, а? Ну ладно, давайте. Мы будем приступать к разборке корпуса. Ну что ты на это-то скажешь, а? Опять космический гнев. Ну это все ерунда. Да, конечно, не спорю, бьет по всем орудиям, по корпусу. А нет, по корпусу он не попадает. Пять сто семь. Осталась жизнь на его корпусе. Я думаю, на два выстрела и он готов. Оп-па-на. Что такое? Куда улетел? Так, ха. Налетели, словно мухи на гнилье. Скоро. Он тоже появится. И пока мы немного переселимся, это что значит? Опять эти штуки. Он якобы пересел на корабль или что? Не врубился я. Ладно. Будем уничтожать эту мигузу. Если он думает, что она его спасет, то я думаю, он сильно заблуждается. Так, ну что ж, давайте приступим. Каким? Давай сюда. Вот сюда лучше тройным выстрелом. А, у нас же другое орудие уже. Ёлки-палки, совсем забыл. У нас же аспид стоит. Наш грибок уже отдыхает. Так. Ну, думаю, к области конец. И глазу почти конец. Опс, попадает. Смотрите, как он меткий. Давайте уничтожим глаз. Который уложит метку. Вот это сжало. Классно. Ну что, теперь ты скажешь. Орудия у него нету. Остался только корпус. Ну, я надеюсь, оружие никакого у него не появится. Так, ну что, ровно половину мы ему снесли. Пока он без оружия можно и подстрекать или сделать, но на приходу все-таки атаку повысить это будет неплохо. И я думаю, ему сейчас будет конец. Ну, однозначно, это не хелл, это какой-то урод. Хелл смылся куда-то и наверняка пошел там чинить оружие или что еще не такое. Ну, сейчас он появится, наверное, в полной бою готовности, как всегда. Так, замечательно. Нет? А, да, все, смесли. Так, замечательно. Эти пушки как раз подойдут. Ого, ребят, смотрите. Ты с ума сошел? Да, он, видимо, с ума сошел. Такие себе понаставил пушечки. Ёлки-палки. Ну, я надеюсь, выдержим. Выдержим мы эти нападки вон и... Так, госпожа удача с критом. Так, куда бы им мочкануть-то, а? Так, ну тут слабая атака. Так, это уже корпус идет. 16 тысяч. Ну, давайте попробуем. Ага, щит смесли и все, он безоружный. Точнее, без щита. Прикрываться ему больше нечем. Я уже поставлю корпус, чтобы наверняка сразу снести его. Но почему-то очень слабо я отнимаю его. Ох ты, как он мне тут хорошо прижучил. Давайте еще, наверное, залпик. Так. Так, у меня еще хватает даже сделать что-то, да? Давайте сделаем боевый пинч. Ну, а теперь продолжим. Просто не хотелось тратить энергию пустую. Так, давай-ка вот сюда, потому что... Лучше он пускай промахивается по нам. Так, 6238. Да, еще много. Но щит, как видите, у меня стоит пока, стоит очень хорошо. Не дает делать максимальные повреждения. Давайте так. Замечательно. А осталось два оружия у него. И 3104 жизней на корпусе. Можно, думаю, снести пару оружий. А у него всего пару оружий. И можно было бы, в принципе, сейчас снести ему корпус. Думаю, ничего сложного в этом не было бы. Так, опять он своим лазером суперсник стрельнул. Так, мы горим, да? Ладно, ну пока все терпимо. Давайте в корпус выходишь. Два на два. Так будет лучше. Опять у него... А, щит имеет свойство восстанавливаться через определенные хода. Ладно. Ну все, в принципе, ему крышка. И в корпус один. Готов, нет? Ага, опять что такое? Попробуем еще раз открыть порталы. Крессия наверняка снова попытается нас взорвать. Будь наготове. Взорвать? Ладно, будем наготове. Делаем бочку. Сколько он так раз будет появляться и улетать, а? Давайте повысим себе крит. Так, и приступаем. Давайте начнем, наверное, я не знаю. Так, с хобота и... Ну, как обычно, по стандарту глаз. Да, быстренько мы хобот снесли ему. Это радует. Так, у меня аспид мой скоро загнется. Это будет плохо. А, в принципе, кучка-то полезная. Но, я думаю, что грибок бы мой тот был полезен. Все. Все, разбираем корпус. Блин, почему не идет отхил у оружия? Не пойму. Он вроде пепел феникса работает нормально, исправно, а восстановление не идет. Так, забвение врубает какое-то. Это что такое? Сам себя взорвался, блин. Пушка прошла испытание. Это... Этого довольно. Я не собираюсь тратить на вас заряды. Пора с этим покончить. Ты заплачь за это, Хелл. Ты уже два нас взорвал. Так, давайте сделаем, наверное... Так, на один ход уменьшить. Ничего мы пока делать не будем. Давайте сразу шмальнем. Бедное орудие. Белый 801, в принципе, при хорошем раскладе должны сразу снести ее. Ах ты, елки-палки. Щит взял на себя практически большую долю урона. Все. У меня тут что-то... Как-то, ребят, дела не очень хорошо идут. Оружие практически вышло из строя. Даже не знаю, успеем мы его добить, не успеем. Аспект, как вы видите, через... Буквально одно прямое попадание будет конец ему. Надо было его хотя бы щитом прикрыть. Елки-палки. Так, ладно, одной пушки нету. Еще у него три орудия. Е-мое, что он творит, а? Ну, без потери, я чувствую, здесь не обойдется однозначно. Так, ну хотя бы так. Ярость затмения, я не знаю, что он делает. Ага, он себе увеличил атаку. Блин, он сейчас снесет ничего. Нет. А, да. Елки-палки. И феникс у меня на подходе. Черт, подери, что делать-то, а? Так, ладно, сделаем вначале бочку, но это понятно. Куда без нее-то? Ну, давайте, наверное, крит. И попробуем со всех орудий сейчас долбить его под судьбу. Да ну, не можем мы тут проиграть. Никак не можем. Наверное, это не поможет, что я феникс его прикрыл. Так, два орудия осталось. Промах. Это хорошо. Давайте сносить, сносить все как можно быстрее. Так, за работу помощники. Какие у тебя там помощники еще, а? Нет, 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 нет. Последнее орудие давайте сносить. Да какого лешего-то, а? Так, мы его уже достали, да? Он делает ярость затмения. Это что такое? Ага, повысил себе акаду. Ну, для одного орудия это фигня. Ну что? Хелл, я думаю, все, тебе рай. Или ты опять будешь куда-нибудь улетать? Чиниться там. Делаем боевые клич. Потому что энергии у нас много остается лишней. Готовченько, так? И... Смотрите, никуда не улетает пока. Давайте разбить ему щит. Нет, выдержал. Так, дерзость моя не останется безнаказанной, да? У меня в космоса. Так, это что такое под прицел? Ничего себе он шибанул-то. По 800, 1000 там было. Если он сейчас такой штукой будет стрелять, то он меня может разбить. Все, защиты нету. Что такое? Ёлки-палки. Ха, это всего лишь сарапина. Атакующие мощности на максимум. Ёлки-палки. Я никак не ожидал, что он сейчас вот такое вот может вычудить. Давайте крит еще повысим. Я даже не знаю, что делать. Корпу бить. Или оружие ему сносить, а? Да. Ну. Так, ну хорошо, хоть оружие сразу снесли ему. Ё-моё. Лазер сейчас у меня уехает, ребята. Я останусь без оружия. Так, два орудия осталось. Хорошо, он в щит стрельнул, а? Это просто замечательно. Ну-ка, ну-ка. Так, боевой клич. Да, я знаю, что это для нас узнанный риск. Что я приезжаю за щитом к кораблю. Но, как видите, у меня на корабле корпус абсолютно, абсолютно не тронутый. Значит, я могу себе это позволить. И осталось одно орудие у него. Так, я не помню, щит, по-моему, мы снесли. Да, но он сейчас себе его восстановит и, как всегда, включит. Да, это ерунда, что ты там попадаешь. Главное, чтобы не было урона. И на корпусе 10 тысяч у него. Да какого фига? Почему-то все промазали. Ну и он тоже. Так, вот он врубил щит. Давайте так, два на орудие и один на щит. Красиво получилось. Так, ага, опять он за работу помощники. Значит, помощники за определенных количеств ходов восстанавливают ему орудие. Я так понял, два хода дается ему на выстрел, потом он лечится. Ярость затмения. Ага, сейчас вот эта вот штука... Нет, ошибся я. Так, давайте с критом попробуем ему шандарахнуть. 8 тысяч жизней на корпусе у него. Ну, это уж вообще никуда не годится. Че так... Так, смотрите, мне еще удалили. Шанс выздороветь. А вот сейчас он уже будет восстанавливать оружие. По игре и так должно быть. Ваша дерзость не останется так. Ну вот, сейчас, по-моему, он будет делать... Нет. А, вот после вот этого выстрела он будет восстанавливать... Себе оружие. Ну, я не успею снести. Хотя, знаете что, ребята? Я сейчас даже если он восстановит оружие... Сейчас я ударю по максимуму в корпус. И если он даже восстановит все оружие, я буду бить ему, наверное, в корпус все-таки. Да, так оно и получается. Так, вы и плод одного поля овощей. Да, так есть. Мы все здесь, чтобы уничтожить тебя чудовище. Давай, Фэй, последнее усилие. Ага, понял я. И это последняя попытка, последний шанс и последнее умное восстановление. Ну что же. Давайте все на максимум сделаем. Пробиваем ему щит. Сто пудово он сейчас должен пробиться, потому что он прикрывает все абсолютно имя. Ё-моё, только покраснело. Так, ну хорошо хоть промазал, а? Это уже радует. Ну сейчас должен и щит спасть, и оружие взорваться. Так? Нет, только щит взорвали. Так, ну по крайней мере все орудие у меня еще более-менее нормально. Я вот так сделаю, прикрою. И продолжаем. Ну это моего орудия крышка, а давайте это следующий. Нет. Опять он делает ярость зеркания. Повышает себе атаку. И выстреливает, а зараза мелкая. Ладно, мы добиваем нижнее оружие его. И давайте в корпусе, ребята, все-таки. Так, 261 жизнь у него на корпусе. И я думаю, что сейчас будет финальный выстрел. Вот так вот сделаем на всякий случай. Вдруг не финальный, кто его знает. И... Попался Хелл. Точно, Лук-свидетель. Ты от нас не уйдешь. Глупцы, вы не понимаете, что натворили. Трясешься за свою жизнь? Не похоже на тебя, Хелл. Ну все, их корабль никуда не улетит. Пошли туда, пора забрать Джиджи. Ну что же. Хелл, отпусти Джиджи. Не подходите. А то что ты сделаешь? Признай уже, Хелл. Ты проиграл. Плот вот-вот захватит базу затмения. Они уже там. Победа осталась за нами. Не упорствуй до последнего. Отдай нам, Джиджи. Хелл, все кончено. Отпусти меня, пожалуйста. Иди. Джиджи. О, привет, Кэсси. Рада видеть тебя, Джиджи. Иди-ка сюда, Фей. Обними своего дедушку, да покрепче. Я очень рада, что ты снова с нами. И зачем тебе приспичило попадать в плен, признавайся. Ты хоть представляешь, через что нам пришлось пройти, чтобы тебя разыскать? Не делай так больше, Джиджи. Никогда при никогда. Ладно, ладно. Разве смогу бросить с моих девчат? Ладно. Надо связаться с мотока. Сообщите ей, что произошло. Погодите минутку. Хелл. Джиджи. Скажи, зачем тебе все это понадобилось? Ты же знал, что я ни за что не буду работать с тобой после всего, что произошло. У тебя было все, что требовалось для выполнения задачи. И я на самом деле ничем не мог тебе помочь. Так зачем? Отвечай, старый дурак. Не хватало твоего общества. Роза считает, что я стал сентиментальным на старости лет. Но ты помнишь старые добрые времена? Мы вдвоем против всей вселенной. Наши подключения и провалы. И после всего я не встречал никого похожего на тебя. Я лишился первого пилота, вглановения ока. Не с кем говорить по душам. Некого послушать. Некому заглушить голоса в моей голове. Некому помочь мне удержаться в своем уме. Хе-хе. Хе-хе. Хелл, ты о чем говоришь? Они звучат у меня в ушах постоянно. Говорят мне, уничтожь мир. Построить их новый мир на руинах прежнего. Желаю избавить от этих тварей вселенную. Я всего лишь сам палый жертвой. Может быть, это от того, что ваши методы слишком похожи? Хм, может быть. Доверь это нам, Хелл. Теперь мы знаем об этом и сможем дать им отпор вместе. Джиджи, Кэсси, Фэй. Вы целы? Мотока, ты жива? Меня подвезли Хэш и Браан. Мы прилетели арестовать Хелла. Молочи на Мотока. Можешь его увезти. Он не будет сопротивляться. Ладно, увидимся позже. Джиджи, вы о чем говорили? Что за они... Что вообще происходит? Пока что это не важно. Вас обеих просто не узнать. Выросли, похорошели. Хе-хе, у нас тут много всего произошло. Да, Фэй? Да, и к тому же мы обзавелись кучей знакомых. Славно, славно. Я очень горжусь вами обеими. Что ж. Раз мы сказали все, что положено в такой ситуации, может ты все же объяснишь нам, что к чему? Проклятие. Я надеялся отвертеться от объяснений. Нет уж, выкладывай все как есть. Это долгая и сложная история. Которую без пол-литра не расскажешь. Что ж, Кэсси, регулярно пополняла бар у нас на корабле. Да, мы теперь вполне можем сами о себе позаботиться. Ну, не совсем. Она так и не научилась пользоваться стиральной машиной. Слушай, честное слово, этот агрегат в управлении посложнее нашего корабля. А ты так и не научилась основам здорового питания. Это не здоровое питание, а какая-то непонятная бурда. Ха-ха-ха, похоже вам обеим есть над чем работать. Думаю, мне пора серьезно заняться вашим обучением. Что обучением? Так ты плетишь с нами? А как же? А как же плод, Джиджи? У меня есть предчувствие, что назревают события, в которых вы очень и очень пригодитесь плоду. И вы обе доказали, что более чем готовы к подобному. И все же вам надо готовиться. А для этого заверши свое обучение. И не пытайся отвертеться или сбежать. Ура, если Джиджи летит с нами, я согласен научиться хоть каждый день. Посмотрим, как ты запоешь после трех дней моей особой строевой подготовки. Только не это. Хе-хе-хе, добро пожаловать, Джиджи. Ну что же, ребята, вот мы и прошли наконец-то с вами святые картошки в космосе. Всем спасибо, кто все это время был со мной, кто смотрел эти серии. Надеюсь, вам было интересно. Ну а мы с вами прощаемся и увидимся с вами в следующих сериях, в следующей игре. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...